для 11 класса я хотел бы провести несколько таких вот видео уроков можно так сказать по на мой взгляд проблемным темам поскольку в 11 классе задание финала структура задание финала такая что три задачи это некий олимпиадный стандарт который по идее должен решать школьник с более средней олимпиадной подготовки а две другие задачи они носят характер в некотором смысле творческих заданий то хотелось бы прежде всего пару слов сказать о тех типичных приемах которые могут быть употреблены от первых трех задач ну и начать я решил с темы катушка индуктивности в цепях с постоянными источниками и резисторами дело в том что катушка индуктивности встречается не только в таких цепях а например если взять колебательный контур то там будет уже переменный ток если на катушку можно подавать переменные синусоидальное напряжение и так далее но эти вот вопросы нас пока не будут интересовать я могу сказать что не только в нашей олимпиаде московской но и в ряде других олимпиад в том числе кстати сказать и в едином государственном экзамене схемы содержащие катушки постоянные источники резисторы они очень так востребованы я бы так сказал то есть их много бывает поэтому я предлагаю даже не задачу разобрать а так сказать обсудить некую конфигурацию я ее сейчас начну обсуждать минут 15-20 вот закончим мы наверно в другом видео так вот давайте прочитаем формулировку в цепи схема которая показана на рисунке в начале ключ разомкнут вот собственно рисунок ключ разомкнут ключ на некоторое время те замыкают а затем размыкают определите характерные токи протекающие в цепи при замкнутом разомкнутом ключе соотношение между зарядами протекающими через разные элементы а также энергетические характеристики работу батареи количество плоты выделяющиеся в резисторах энергию магнитного поля катушки необходимые параметры для расчетов считайте известными параметров все возможные параметры обозначены на этой вот схеме пожалуй самый общий случай включает рассмотрение такое что мы учитываем и внутреннее сопротивление батарейки r маленькая и сопротивление проволоки из которых изготовлена катушка ну и конечно сопротивление резистора то есть будем рассматривать самые общие случаи но поскольку он сложен для рассмотрения и не информативен если учитывать все то записав уравнение для общего случая мы затем скажем а давайте вот будем считать что вот это маленькая например да ну и что в этом случае получается и так вот в этой схеме на время ты замыкают ключ давайте первым делом рассмотрим что у нас происходит при замкнутом ключе какие можно записать уравнение и что там можно найти во первых я ввожу такие вот обозначения а и вот эту у меня ток через катушку а и р от и ток через резистор а и нулевое ток через батарейку я считаю что они направлены так как вот на рисунке показано вот видите а и 0 влево направлено а и р и а и л они направлены по данному рисунку вправо я ввел такие вот обозначения и сразу могу сказать что поскольку у меня резистор подключен напрямую к батарее никаких индуктивности там и конденсаторов тем более нет ток через резистор установится сразу момент замыкания ключа я здесь ключ уже не нарисовал потому что я рассматриваю случай когда ключи замкнут вот когда идет это время ты в течение которого ключ замкнут да я забыл сказать я пока анализирую случай скорее всего которые реализуются в реальной жизни в таких схемах случай когда внутреннее сопротивление батареи мало на самом деле ближе к концу я то есть я планирую эту схему рассматривать не в одном видео как минимум в двух и вот ближе к концу своего рассказа я поговорю про те эффекты которые могут возникать то есть когда сопротивление батареи внутренне может сыграть определенную роль очевидно это происходит когда сопротивление других элементов сопоставимо то есть когда сопротивление резистора и когда сопротивление катушки они сопоставимы с внутренним сопротивлением но сейчас нас это не интересует мы считаем что внутреннее сопротивление вот этой батареи оно равно нулю и так что мы уже сразу нашли что ток через резистор у нас устанавливается мгновенно и не меняется дальше он равен дс поделить на сопротивление резистора а вот токи через катушку и батарейку они будут меняться с течением времени для того чтобы их найти надо составлять уравнение так называемое уравнение обхода контуров я думаю что если вы учитесь в одиннадцатом классе собираетесь финале московской олимпиады участвовать наверное вы знаете что это такое но я вот прокомментируют как я составил вот это вот уравнение вот это это обход так сказать внешнего контура сейчас погодите но вот вот этого контура по внешнему внешнего контура то есть я прохожу через батарейку и ой пардон пардон виноват как я составил вот это вот уравнение я записал обход контура содержащего эдс источник и катушку индуктивность при этом я учитываю что у меня катушки есть сопротивление и поэтому как я записал давайте вот прям прокомментирую значит эдс беру с плюсом дальше поскольку катушку вырабатывать и ds индукции которая равна минус l на да и pdt вот это стоит и ds индукции и минус падение напряжения или просто напряжение на резисторе и поскольку больше ничего в этом контуре нет вот сумма этих эдс и падение напряжения должна быть равна нулю вот вот первое уравнение второе уравнение которое может быть используем для определения токов в этой цепи это уравнение для вот этого вот узла в этот узел втекает тока и 0 а вытекает два тока а и l ну а и l вниз и а r наверх вот собственно уравнение этого узла оно записано только тут вот тонкость так и небольшая я сразу подставил вместо а и r значение которое найдено сверху и ds поделенная на r вот теперь стоит ввести рассмотрение такое характеристическое время или характерное время установления тока в этой цепи дело в том что мы не знаем задачи нам не сказано собственно насколько у нас замыкают ключ поэтому нам нужно ввести какой-то масштаб временной для того чтобы различать процессы которые происходят при временем много меньше этого временного масштаба и при времени много больше вот характерным временем я предлагаю здесь считать время установления тока через катушку но просто ничего другого не придумайте я не буду сейчас говорить почему характерное время установления тока через катушку она оценивается как l на r но это так для того чтобы получить эту оценку надо проанализировать просто взять контур содержащий на батарейку сопротивление и индуктивность катушку индуктивности и просто формулу записать и приближенную подсчитать я это покажу наверно на маркерной доске как это откуда это берется вообще можете запомнить что в цепях содержащих индуктивность характерное время изменения величин это величина индуктивность поделительное сопротивление соответствующие вот теперь смотрите что получается если вот время на которой замыкали ключ она много меньше вот этого характерного времени то верны будут такие вот приближенные равенства что ай л от и это будет и ds на т поделить на l сейчас объясню откуда это следует значит вот эта формула на на самом деле следует вот отсюда дело в том что когда вы только ключ замкнули у вас мгновенно ток в катушке возникнуть не может вот он будет постепенно нарастать пока ток в катушке маленький то есть выполняется вот это вот соотношение время много меньше чем характерное время для этой цепи можно вот этим вот слагаемым падением напряжения на сопротивление катушки пренебрегать вот и тогда у меня получится что батарейка ds как будто подключена к катушке без сопротивления когда батарейка cds е до отключена катушки без сопротивления то довольно нетрудно можно доказать что ток через эту катушку нарастает линей так вот что значит получается что при маленьких временах падение напряжения на катушке можно пренебрегать тогда получится линейная зависимость только от времени вот но при этом это будет ток через катушку такой отток через батарейку вот он будет все равно постоянный и равный ds деленное если точно посчитать вот то получится вот такое то есть при маленьких временах ток через катушку растет линейно ток через батарейку почти не меняется теперь что происходит когда времена большие когда время замыкания много больше характерного времени в цепи тогда все переходные процессы все процессы установления токов успевают пройти и индуктивность катушки уже никакого влияния на распределение токов не оказывает в катушке уже не вырабатывать cds индукции и тогда просто катушка ведет себя как резистор с сопротивлением rl естественно тогда получается что вот здесь написано что айл это будет и ds источника поделить на rl а вот тут написано что ток текущий через батарею он стал быть будет равен сумме ток через верхний резистор и через катушку которая уже мы договорились при больших временах она работает как резистор то есть практически мы имеем параллельное соединение двух резисторов что еще хотел сказать конечно здесь можно особенно для тех кто владеет математической техникой просто решить вот это вот дифференциальное уравнение явно получить зависимость тока айл от времени получится экспоненциальная функция вот ну вернее правильно сказать некое выражение где будет экспонента но я этого не делаю потому что во первых вряд ли это хоть в одной олимпиаде будет использовано хотя может быть во всероссийской наверное олимпиаде финале вот ну и во вторых это с практической точки зрения почти не нужно важно понимать следующий что в нулевой момент времени прям мгновенно сразу после замыкания ключа ток через катушку равен нулю дальше он нарастает линейно как это здесь показано а при больших временах ток через катушку не меняется и катушка подобно просто резистор вот это вообще можно запомнить и всегда в задачах так делать с практической точки зрения важно что происходит самом начале и сам в конце самом конце процесса промежуточные стадии они уже наверное там с инженерной точки зрения важны то есть во сколько ток во сколько раз ток там через две миллисекунды больше чем через пол миллисекунды да ну нас больше интересуют качественные соображения качественные соображения такие что катушка вода вырабатывает эдс самоиндукции за счет этого в начале момент ток 0 и постепенно нарастает выходя на некое стационарное значение давайте дальше вот теперь тут довольно часто используется используемый прием иллюстрируется теперь стоит пару слов сказать про нахождение зарядов протекших за время т по этой цепи ну вот начинаем опять заряда который протекает через резисторы вот смотрите что получается поскольку ток через резистор течет все время постоянные он равен и ds поделить на r то вот непосредственно из этой формулы пользуюсь определением тока как производный заряда или можно так сказать что полагая что ток это дку поделить на dt можно получить вот второе соотношение здесь просто dt слева из знаменателя перенесено в числитель направо вот а дальше используется прием который ну можно сказать я называю пропорциональность бесконечно малых то есть вот к этому видео будет прилагаться некий pdf файл с задачами которую можете порешать там про это тоже подробно говорится ну не знаю насколько подробно общем там я тоже упоминаю про то как это делает смотрите вот в этой формуле 2 мы получили что маленькие величины dq и dt они у нас пропорционально с коэффициентом ds поделить на r то есть любой момент времени маленькое изменение времени с неким коэффициентом пропорционально изменению заряда если мы просуммируем вот эти вот все изменения времени до получив какой-то конечный конечное изменение времени уже не маленькая большое да то с другой стороны аналогичным образом можем просуммировать изменение зарядов и получить большое так сказать изменение заряда так вот вот эти большие изменения немалые как нетрудно сообразить они будут пропорциональность точно тем же коэффициент пропорциональны друг другу с тем же коэффициентом с которым пропорциональны друг другу мало изменения вот это вот идея она очень часто используется в задачах с катушками из конденсаторы то есть каким-то образом мы обнаруживаем что у нас пропорциональны бесконечно малые величины ну или я не хочу сейчас вот глубоко обникать вот что такое бесконечно малая рассказывать тем больше что это большей степени физика математический анализ я предлагаю так считать если маленькой величиной я называю величину которая существенно меньше много меньше характерного масштаба который имеется в задаче то есть маленькая дт это величина который много меньше характерного времени для этой цепи то есть много меньше того того которого на предыдущем листе было так вот если мы просуммируем маленькие изменения мы получим конечные изменения конечные изменения времени вот это написано в 3 формуле будет пропорционально конечному изменению заряда 3 формула с тем же коэффициентом с которым пропорционально друг другу малые изменения времени заряда конечное изменение времени вообще по определению изменения изменения это что такое изменение величины x это x конечная минус x начальная так то есть вот дельта t это что такое ты в конечный момент минус ты в нулевой то есть это дельта t это просто ты вот это дельта t который в этой формуле стоит это просто т а дельта q которая стоит опять же рассуждаем как это q конечная то есть заряд который протекает через резистор к моменту t минус заряд который протекал который протек к нулевому моменту времени но к нулевому моменту времени ничего не протекло там только ключ замкнули в нулевой момент поэтому 0 заряд протек шкурую моменту времени 0 поэтому получается в итоге вот такая формула Заряд, который протекает через резистор к моменту времени t, он пропорционален времени, на который был замкнут ключ. Коэффициент пропорциональности e, поделенный на r. Это довольно очевидно, потому что ток был через резистор постоянный. Я здесь написал словами ту мысль, которую я высказывал на предыдущем слайде, что для того, чтобы точно определить зависимость тока через катушку от времени, надо решать дифференциальное уравнение. Я этого делать не хочу, и, по-моему, это не нужно. Поэтому без решения дифференциального уравнения вы зависимость i, l от t не получите никак. Поэтому я просто предлагаю из этого дифференциального уравнения получить некую связь между зарядом, протекающим через катушку за время замыкания ключа за время t и током, который в этот момент течет через катушку. Вот рассуждая абсолютно в духе верхних формул, то есть вот это уравнение, если его помножить на dt, там будет три величины маленьких, e на dt – это маленькая величина, l на di – маленькая величина. Треть слагаемое будет преобразовываться вот это i на r, оно будет преобразовываться dq помножить на r, тоже будет маленькая величина. Так вот, опять, если эти маленькие просуммировать, и для конечных изменений записать, коэффициенты в уравнении будут те же самые. Отсюда получается вот это вот уравнение. На самом деле то, что мы здесь делаем, я бы назвал это скрытым интегрированием. То есть это такое интегрирование, которое я просто не хочу называть интегрированием, чтобы никто не пугался. Но, по сути дела, то, что я делаю, я интегрирую вот это вот дифференциальное уравнение. Так вот, если проделать, то получится соотношение, выписанное вот здесь. И из этого соотношения мы видим следующее. Что, на самом деле, тот заряд, который протекает за время t через катушку, он связан с током, текущим в этой катушке в момент времени t. Если заряд, вот этот ql выражать, то будет выражение для заряда линейное по току слагаемое, и будет пока неизвестная зависимость тока от времени. Ну и на всякий случай я решил вот выписать здесь заряд, который протекает через батарею, видите. Для того, чтобы найти заряд, который протекает через батарею, надо просто понять, что когда дельта q маленькая протекает через батарею, то оно разделяется на два дельта q. Один дельта q протекает через резистор, другой через катушку. Продекает через резистор, другой через катушку.